ребятушки мои всем здравствуйте вы на канале пиратская жизнь у нас не самый настоящий пиратский ужин если ужин сильно нужен у нас сегодня зеленый салат из травы и силоса у нас сегодня вода пираты ели силос да выращивали трав также у нас смотрите плов с мясом плов с мясом доедаем мясо также я положила вот такую вкусную кашу с мясом каша с мясом отстань жопу иди вот такая вот москутная красивая икорка баклажанная замурская вот в общем сегодня куча кучем я вот хочу соусом таким вот гранатовым вот и вовка сделал нас салат ну-ка сразу попробую сниму пробу как говорится пока еще салат есть потому что вовка у нас как всегда его сожрет первым делом стоит это не трогать все эти борьба за салат началась все ходи за соусом куша с гранатом приятный будет вкусно так полью тоже будет плов такой знаете кислинки сейчас он смотрели интервью но не интервью когда ролик стас ай как просто вот канал вот он высказался по всей этой ситуации блин не так волос как он высказал конечно куча мата куча перемата куча там затем разных суждений но в чем-то конечно истина есть тоже принципе никого не поддерживал всех обосрал но грамотно обосрал по фактам так вот хорошо кому интересно блин правильно сказал надо один и тот же вопрос никто не может дать ответа вопрос один а где вы были восемь лет назад да 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 такие дела вкусный плов шикарный кстати плов вот с этим соусом кошку салатик устричный у меня там есть этот рыбный который у нас уже сколько три года и нужно мне кажется он уже протух хотя крест хотя рыбный соус это на самом деле это как раз есть уже протухший соус девочки не знаю честно даже куда его применить крису кушать крису с мясом крису с рыбой да крису с мясом не такой у себя купили шпинат чтобы быть моряком папайм это и блин такой вкусный этот и маленький полью у нас там по моему стать еще одна большая покупка есть душа вот мы там накупили накупили вам что-то вредка редко ем вкусно редко стал есть полезный как-то что наелось ну да у меня бывает такое что когда вот хочется хочется в охотку ешь ешь вверх там разные дашки там уже не интерес но в принципе вкусно особенно с рысами аллан себе эту кетчупа накидал кстати надо тебе еще кетчуп купить закончить тут мы сейчас нагулять я сегодня что-то я домой пришла голодная по банану сажаем а в ван оказывается тут дома-то не скучал сардельки подведал только не 200 ладно что ты мне прешь и там кстати три сардельки а сейчас еще четыре там 7 а ты будешь есть непонятно завтра лучше завтра вставать очень рано у него 9 и 30 нужно быть уже на другом конце города завтра будет у меня первая бит битка вот сейчас это говорит о чем там будет этом что там будет нагрузка начало я думаю мы просто покажем еще стоит машина сядешь покрутишь 2 часа вот это трогай вот это потрогай вот это и все потрогай а потом все валяется тебе 500 рублей ну уж не знаю что будет ну по крайней мере уже первое занятие вот смотрите сколько он уже вот у него было два занятия теоретических и одно занятие практическое будет это одна женщина писала Нина если Вова учится по интернету типа вот этого дистанционно надо все фигня отправляй его типа обучаться ребят а в чем разница скажите пожалуйста в чем разница то что он приедет будет сидеть в кабинете или то что он извините меня сидит и грубо говоря вот это дистанционно по-моему одну и ту же он точно так же может задать вопрос он точно так же может с преподавателем пообщаться теориям то же самое будет преподносить и не понимаю в чем разница так наоборот извините а может быть кто-нибудь там не приехать там или еще что то а тут все присутствуют у вас вчера как это сколько народ то было тринадцать человек тринадцать? а кто то пропускает? ну видимо а если бы это было физически по сути это же теория смысл какой то же самое дело в том что уже учеными давным-давно доказано что информация усваивается двумя способами зрительно и на слух то есть на слух это усваивается она на пятьдесят процентов да? да ну а зрительная память она усваивается на восемьдесят процентов фукуси ну сейчас на удаленке вот эти вот ролики которые там показывают и рассказывают то есть ты слышишь и ты видишь это это то что тебе говорят то есть ты усваиваешь на все сто процентов это ну сейчас кстати на самом деле многие школы перешли на такое вот обучение да и с другой стороны если ты хочешь учиться ты хоть дома хоть извините меня вот эти ролики кстати сделал в школе это и канал сам инструктор вот этот вот по теории автошколы ну наверно не конкретно это и вообще да? ну вообще для для себя это дело и для своих курсантов вот это как я канал создала да? хотела блин выиграть видео ролики вот он говорит вот как он пишет говорит когда я начал нырять вот этот вот курс когда полностью его сделал создал да? говорит у меня курсанта говорит с первого раза про процент говорит сдачи с первого раза стал выше на 10 процентов ну вот ну что вроде глядя ты же когда сидишь за бельём у тебя играет что? у тебя что это больше всего восприимчиво зрительная память это да ты же смотришь и на дорогу и вообще у тебя у тебя уже учат зрительная память ну да не нормальный курс просто одно дело он потом еще объясняет после этого объясняет он то что непонятно да не у тебя все получится все будет хорошо даже обезьяну учат водить а Вовка у нас как раз из семей сабье по знаку сделать его научат да его научат да он там договорится хихихих повезут это мы это я приехала что яeta ела банан съела и кофе пила а что ты пришла аааааа ты я ж сегодня это не ела не пила редукции я чувствую у меня жор напал вообще да бесец вообще слушайте может посеток может это жор у меня из-за отсутствия редукции в крови Мне девочки говорили, что, блин, у меня жарить-то попрёт. Я прям сейчас ем с такими удовольствиями, а то, как этот, на бенкокос, перейдёшь. Ой, слушайте, вчера классный фильм посмотрели, называется «Бессмертный». Там, в общем, про бывших афгановцев, а вот ребят, у которых выросли, но потом разошлись, там все дела. Вот, очень хороший фильм, там отличный актёрский состав играет, советую посмотреть. Ну, такой в некоторых моментах тяжёлый фильм, в некоторых весёлый. Они не выросли, а после армии, после «Афгана» вместе были. Как-нибудь там 90-е годы были, это всё. Как раз после «Афгана» в 89-м году заявливаясь к этому. Они были в лучший раз, разве трудные. Что-то я прям это, меня на «Хавчик» пробил. Прямо всё. Ну, реально, вот сейчас ем, и, знаешь, как-то, нет вот какого-то чувства насыщения. Мне хочется есть, 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 есть. Сейчас в магазине схватило 4 свити с голодухи. Не, ну, они такие хорошие были. Я не знала, на какой их брать. Я не могла определиться. Ты взяла все, да? Взяла все, да. Очень попадет. Ну, знаете, вот особого эффекта я не увидела. Главное, что у него растолстило, уже хорошо. Хорошо. Хорошечно. Ован уже съел. Когда успел? Смотри, попробуй икру. Новую открыла? Прикольно. Лукашина, или как это так называется? Лукашинский. Батька делал. Лукашенко. Ну, кстати, она недорогая была пафе. Хорошая. Надо, знаете, есть акционные продукты, которые в рот не выломишь. Давно-давно. А есть хорошие. Особенно, если на те марки, с которыми ты обычно берешь. Не марки, а... Ну, как это называется? Марки? Бренды. Бренды. О, да. Которые ты берешь в хорошую спидку. Торговый марк. Угу. Дело в том, что все торговые марки подразделяются на определенные яйца. Так же, как и достаток. Тыщ, 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 тыщ. Угу. Соседи идут. Время. Двенадцать счас. Блин, смотри, у меня такие ногти. Прямо вот это... Как в кровь их мокрое. Смотри, как смотрится. Угу. Подсветка еще, видишь такая? Ты яркий-яркий. Ох, как вкуснота. Ммм. Слушай, вот легко навернула тарелку. У меня она еще просто до мозга не дошла, что я сытая. И пока я езжу. С релоксином как-то она быстрее наступала. На сушение. Как-то быстрее. О, объелась. У меня сейчас нет такого чего-то. Что я объелась. Может, тебе стоит пойти купить еще раз? Пачку. А то я тут дома все сожжу. Взвешусь, через пару дней у меня там плюс четыре. Или поесть. Не переживай. Все будет нормально. Вообще-то мне нравится то, что я к салату прилипла, да? Пристаю к твоему салату. Обычно я его весь жрал ты. А тут я, понимаешь ли? То, что ты не хотел брать силу. Да не знаю, я бы хотела руку ладить. А тут у меня шпинат, шпинат. Ее не порежь. А шпинат нужно. Все, надо медленнее кушать. Тогда бы все хорошо. Кажется, я наедалась. Какая же крица? Что такое вредное? Сейчас что, спать ляжешь, да? Сейчас парень спать. Лечь. Без сериалов. Без сериалов. Сейчас смотреть нечего. Ну что вы все пересмотрели. Что только можно. Что-то как-то не особо как-то активируется. Чего? Пираты. Чего? Кто? Пираты. Фильм-то выходит. Да, активизируйся. Венч стал. Мы обычно их прикачиваем, когда популяемся на всякий сервис, типа Олка. И там уже может подписаться 99 рублей месяцев. Давай на каждую подпишусь. Посмотрю там за месяц один фильм. Нет, просто нет. Это подписывается. Или уже писк идет это с чем-то. Ну понимаешь, что смысл? Ну смотри. Ну тебе нужно конкретный фильм посмотреть. А он, например, на сервисе, который ты не подписан. И что тебе делать? Подписываться на этот сервис ради одного фильма? А ты, может быть, к этому сервису вообще больше никогда не вернешься. Ну, например, хочется посмотреть фильм без цензуры. А там нету этого звуковой дорожки. Из того, что это на официальном ресурсе идет. Отсюда вывод. Как ни крути. А, сегодня, короче, одного блогера смотрела. Ну, там, это, Стас, Стас Быков и как-то. В общем, короче, тоже там про YouTube рассказал и так далее. Вот. И он показывал, что сейчас из России нельзя зайти на сайты Intel. Закрыли, короче, доступ. Вот. И вот он говорит, уже первые ласточки полетели. Потому что, возможно, с YouTube может получиться та же фигня. Вот. А я его там спрашиваю, а через VPN зайти можно? Он говорит, да, можно. Ну, и че? Тогда бояться. Вот. И получается через VPN-то легко и просто. Ребята, если че, если вдруг, не дай бог, в России че-нибудь там с YouTube-ом случится, вы всегда можете установить... Нет, только Америкос сами закроют. Ну, вы всегда можете поставить себе так называемую программу VPN. Вот, можете посчитать, что это за программа такая. Точно так же, как справлялись все, когда в Telegram заходили, тоже там было время, когда в Telegram без VPN хрен зайдешь. Вот. И, соответственно, продолжать дальше смотреть то, что вам нравится. То, что вам нравится. Угу. Ну, что-то, я не знаю. Как говорится, не задушишь, не убьешь. А сети санкций и прочая фигня. Как ты мне показал картинку, Толь? На болту вертели. Вот так. Как-то так нагло поставил все салат. Угу. Я просто сегодня слушал речь дедушке. Дедушке. Как там пишут в комментариях, по-моему, дедушке забыли сказать, что-то. Мы вводим санкции против России космической отрасли. Там пишут. А ничего, что вы летаете на наших ракетах в космос. Вы летаете от нас в космос. Я вот знаешь, что еще раз говорю. И благодаря нам и Китаю вы летаете в космос. Мне сегодня Устиньков пожелал короче сообщение. И пишет, что мы так и так. Понимаем. Свети последних событий, там все дела. Вот. И говорили, что у нас там стабильный банк. Есть определенные ресурсы, благодаря которым мы готовы гарантировать вам стабильность. То есть не переживайте, без паники, там все дела. То есть понимаете, смысл в том, что на самом деле уже у нас все разработано. И все эти санкции, это так. Лишний раз, как говорится. А, мне очень понравилось, как Стас сказал, что все эти санкции призваны, ну, делают для того, чтобы люди выходили на улицы, устраивали митинги и, соответственно, свергали власть. Да. А не для того, чтобы, грубо говоря, как-то навредить России. То есть смысл в том, что эти санкции никак не навредят. Они коснутся как-то, но все население, это практически не навредят. Чаще всего люди просто даже не поймут вообще, что за санкции и так далее. У них главные санкции, и все это, получается, это плохо. Значит, нужно выходить, быставать. Первые санкции, которые Евросоюз ввел против России... Мы уже под санкциями 8 лет живем. Я говорю, блин, тебе еще раз, что первые санкции, которые ввел Евросоюз и США против России, обернулись для России ничем. На самом деле... А Европа потеряла при этом 60 миллиардов евро. Но, на самом деле, под санкцией мы живем уже, сколько, 8 лет. По-моему, первые санкции как раз 8 лет назад и фига. А ничего как-то не поменялось. В общем, вот такие дела. До сих пор. В общем, ребятки, всем всего хорошего. Вот, видите, Жор... Некоторые даже стали лучше. Все, давай, помолчи. Вот. Всем огромное спасибо. Вовчику завтра прямо вставать. Всем приятного аппетита. У меня вот прям вот реально вот, ну, нет чувства насыщения. Может быть, не очень хорошо. И корочки съешь. Прям вот все. И будет все тебе счастье. Все. Любим всех. Целуем. До завтра вам. Завтра расскажем, как это первое вождение в Европе. Ты расскажешь. Да. Пока-пока. Пока.